ДВК В каждом городе есть массовые места, где в субботу, воскресенье, праздничные дни гуляет тысячи людей. И власть не может эти места запретить, ограничить, оградить. Не может, потому что они являются публичными местами именно для публичных прогулок, мест отдыха и так далее. Суть субботажа заключается в том, чтобы люди могли собраться не на митинги, а на простой прогулке. Еженедельно во всех городах Казахстана мы будем встречаться в людных открытых местах и гулять. Да, просто гулять и заряжаться хорошим настроением на неделю. Привить навык выходить на улицу как раз-таки заложен в этом системном подходе, в том, что мы будем выходить на акции. Каждую субботу в одно и то же время, в одном и том же месте народ будет объединяться и прогуливаться. На прогулке нет необходимости озвучивать политические или экономические требования. Мы ничего не требуем. Это простая прогулка, а прогулка должна быть позитивной. Для этого отлично подойдут методы самовыражения, которые обычно используются на монстрациях. Это как демонстрации, только с костюмами и шутками. Я хочу прям призвать вас всех, чтобы вы услышали сейчас эту важную миссию и задачу. Является именно позитивная сторона акции. Самое, что ни на есть позитивное. Мы перестаем пользоваться привычными наборами протестов. Выразить себя и привлечь внимание можно по-разному. Надеть яркую необычную одежду, пускать мыльные пузыри, играть на музыкальном инструменте, подпевать. Нарисуйте на плакате мем или забавный каламбур. Если вам есть что сказать, сделайте это с улыбкой. Самое главное в субботаже – это хорошее настроение. Мы можем одеть майку и футболку, на которой будет написано «Я простой учитель и получаю 1000 долларов США в месяц». И люди будут спрашивать, откуда такие зарплаты у простого учителя? Что за глупость вы тут написали? Будут обращать на это внимание. И вы все будете говорить, что это же Казахстан нашего будущего. Это программа ДВК, где у учителя есть достойная зарплата и достойный образ жизни. Прогулки очень удобны, поскольку не требуют, чтобы все одновременно собрались в одном месте. Прогулки не несут риска задержаний. Вы просто гуляете вечером по городу с друзьями или семьей. Места для этого выбираются самые людные и самые популярные в городе. Каждую субботу с 19 до 22 часов. Больше синего, больше улыбок. Встретимся в субботу. С 19 часов до 22 часов тысячи людей двигаются, улыбаются, ходят с шарами, ходят в синей одежде. Они поют песни, читают стихи. Они рисуют. Мы заполним этот проспект и эту улицу. Итак, это очень длинная улица по Жибек-Жилы. Является местом отдыха гаража. По проспекту Панфилова там выложено все брусчаткой. Люди там отдыхают, гуляют. Разные магазины, киоски. Играют музыканты. Это места, где постоянно находятся тысячи людей ежедневно, ежесуточно. Играют музыканты. Играют музыканты. Здравствуйте. Вы смотрите выпуск новостей на канале 1612. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры. На канал 1612 была организована масштабная атака. Несмотря на добросовестное использование авторского контента с указанием правообладателя, Мы подверглись жалобам со стороны телевизионного канала КТК, владельцем которого является Дарига Назарбаева. Нам пришлось отражать неправомерные атаки за использование музыкального оформления. До пяти жалоб в день. Канал 1612 – информационный ресурс о политике в Казахстане, созданный активистами ДВК. Работу канала обеспечивает редакционная группа, состоящая из активистов ДВК и сочувствующих журналистов из Украины и России. В Казахстане с начала 2018 года ДВК по политическим мотивам находится под запретом. Его сторонники преследуются спецслужбами. Почти все активисты движения были вынуждены уехать за границу. Многие находятся на положении беженцев. Программный директор канала Жан Набота подвергается преследованиям и находится под угрозой экстрадиции в Казахстан. Я точно знаю, что в случае выдачи это однозначно будет заключение, естественно, тюремное. И судить меня будут не за то, что я, как они говорят, не отбыла срок наказания 2009 года, а судить меня будут за то, что я занимаюсь экстремистской деятельностью, на их взгляд. Канал удалось спасти от полной блокировки. Но больше всего по каналу 1612 ударила редакция «Азаттык». Офис «Азаттык» с аккаунта, который управляется лично Таракулом Даоровым, предъявил права на авторский контент «Радио Свобода». На сайте «Радио Свобода» указано, что их политика предусматривает поддержку местных независимых СМИ. Однако в случае с каналом 1612 была устроена намеренная атака. А Даоров в своем твиттере назвал наш канал «пропагандистским». Мы не делаем новости такие, как делают «Азаттык». Мы не спешим сообщить именно события первыми и так далее. Мы стараемся отобразить отношение к этому событию от нашего имени, от имени демократического выбора Казахстана, от имени нашей политической организации. И именно поэтому мы наши новости стремимся делать более ясными и понятными. Но что именно пропагандирует канал 1612? Возможно, мы в интересах Аккорды пиарим Токаева? К примеру, интервью Токаева «Комсомольской правде» было опубликовано трижды под разным углом, неизменно с нотками комплементарного отношения. Нами были направлены письма с разъяснениями в редакцию «Радио Свобода» на имя директоров в Америке, глав европейского офиса в Чехии и руководителей региональных представительств Центральной Азии, включая самого Таракула Даорова. Мы дали развернутое описание ситуации и также спросили, была ли жалоба, направленная в YouTube за использование контента «Радио Свобода» от имени частного электронного адреса, а не с корпоративного. Правомерно и согласована ли она с руководством компании? Спустя месяц ответа нет. Мы возмущены преследованием со стороны редакции «Радио Азаттык», ведь это не первая их жалоба. Что выдает предвзятый характер жалобы, которая возникла в ответ на справедливую критику в адрес «Радио Азаттык» со стороны активистов, правозащитников и лидера ДВК Мухтара Аблязова. Ролик был вирусным, и его опубликовали десятки. Мы живем в очень сложное время, в очень сложной стране. Вы понимаете, что я имею в виду казахстанцев. При том уровне цензуры надо обладать огромной отвагой, смелостью, чтобы выходить прямолинейно, брать прямые эфиры у Мухтара Аблязова, писать на своих страницах о том, что поддерживает ДВК прямо, прямо обвинять действующий режим, Нурсултана Назарбаева, Атакаева, Даригу Назарбаеву в преступлениях. Таких людей у нас единицы. И среди этих людей наиболее яркой сегодня является Камилла Шоканова. Второй страйк пришелся на материал, который Азаттык подготовил благодаря идее активистки ДВК Камиллы Шокановой. Камилла самостоятельно вела рубрику с исследованием в отношении одной из жен Болата Назарбаева «Гульнур». Азаттык после продолжительных публикаций позаимствовал идею и сделал репортаж. Хотелось бы отметить, что все политические события в стране происходят благодаря деятельности ДВК и огромной активности нашей политической силы. Сотни митингов, пикетов, акций, которые мы организовали за три года, были постоянной новостной повесткой для радио Азаттык и других СМИ. Очевидно, что Азаттык объявил нам войну по команде КНБ, в чем участвуют лично Даоров. В адрес этого коррумпированного редактора за третий год идут жалобы от активистов. «Мы уверены, что наше гражданское общество нас поддержит, и вместе мы отстоим канал 1612». Всего за год канал собрал 579 тысяч подписчиков. Наши новости единственные, где отражается только правдивая ситуация в стране, и они целиком посвящены народу Казахстана. Канал 1612 переостанавливает публикацию видео. Выпуски новостей далее будут выходить по-прежнему два раза в неделю на канале Мухтара Аблязова. На сегодня все. С вами по-прежнему новости 1612 и их ведущий Михаил Тишин. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!